Здравствуйте! В эфире новости Первого Карагандинского. В студии работы Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Пострадавшая от пожара женщина осталась в должнице. У меня уже под машину кинулся, потому что сил нет. Мальчику, страдающему редким заболеванием, необходима помощь. Это заболевание имеет такое злокачественно прогрессирующее течение. На улице Новоселов заменят 800 метров водопроводной трубы. Пострадавшая от пожара женщина осталась в должнице. Напомним, 27 ноября прошлого года в поселке Новодубовка произошло возгорание частного дома, владельцами которого были сразу два человека. Соседи у едва выжившей Елены Палеоновой за причиненный вред требовали 1 миллион 700 тысяч тенге. Так как женщина не смогла оплатить данную сумму, сгоревший дом Елены отсудили. Тем временем семья Палеоновых ночует, где приходится. Да и на очередь жилья многострадальцы не могут встать. Проблемой разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. Сестра пострадавшей Марии Наполеонова рассказывает, что в момент пожара Елена находилась в доме одна. По словам несчастной женщины, перед уходом брат Олег попросил положить в печку пол ведра угля. Это и стало основной причиной возгорания. Когда Елена проснулась, все уже горело красным пламенем. Огнем было уничтожено все. Ценности, личные вещи, мебель, зимняя одежда. К слову, женщина голыми руками выбила стекло, тем самым спасла себе жизнь. Чудом выжившая Елена по сей день благодарит Бога только за то, что в момент пожара племянницы дома не было. Отравившаяся угарным газом женщина долгое время не могла прийти в себя. Шрамы на руках и ногах до сих пор напоминают ей тот роковой день. Судебные разбирательства длились около года. В результате соседи, которые требовали крупную сумму, за причиненный вред сгоревший особняк у Елены, отсудили. Кроме того, женщина осталась должна еще 300 тысяч тенге. Это сказал сам хозяин, что так как дом выставили на продажу, его не смогли продать, ему предложили забрать. Но он уже давно хотел этот дом забрать. И в результате, короче говоря, судоисполнитель снизил цену на 40% и передал ему. В общем, я даже не знала, когда он сделал эти документы. Получается, что на дом и у меня документы, и он сделал. Таким образом, Елена Полеонова осталась без крыши над головой. Сейчас женщина с племянницей и братом живут на съемочной квартире. Квартирой назвать ее трудно, так как там нет ни света, ни газа. Инвалид третьей группы Елена от государства получает всего 12 тысяч тенге. Общий доход в семье Полеоновых составляет 27 тысяч. Убитая горем женщина рассказывает, что в очередь на жилье в течение пяти лет ей вставать нельзя. На квартиру стать я не могу, потому что в течение пяти лет по закону я не могу стать, так как выходит дом. И теперь выходит, что теперь я должна как бы с братом бомжевать пять лет. Я инвалид. И онкологически больной человек. В общем, гипертоник. И сердечник. Вот что мне делать? Я даже не знаю, куда обращаться, куда кричать. Однако местные власти поселка Ботокара уверяют в обратном. Кроме того, чиновники не раз помогали Елене Полеоновой. По вопросу предоставления жилья об отделе ЖКХ она не обращалась и на жилье на документы не сдавала. Это подтверждает и сам Аким поселка Новодубовка. Мы обратились в отдел социальной защиты, а к показанию ей помощи, материальной помощи, ей была оказана помощь. По этой линии потом мы провели такую работу с населением, который тоже, ну кто сколько мог сброситься, скинуться, как говорится. Они тоже оказали ей помощь. Однако помочь многострадальнице местные власти не отказываются. Напротив, обещают собрать все документы в очередь на жилье в самое кратчайшее время. Миром Гусел Кимбаева, Жуслана Мандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Мальчику, страдающему редким заболеванием, необходима помощь. Вот уже три года что-либо делать самостоятельно, ребенок не в состоянии. В чем нуждается Денис Попов, выясняла Амина Смакова. Едет, а я куда? Ага, здорово. Двенадцатилетний Денис Попов уже на протяжении нескольких лет прикован к инвалидному креслу. Три года назад врачи поставили ему диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия Юшена. То есть у Дениса поэтапно идет процесс разрушения мышц. Вот он родился здоровым ребенком. Бегал, в детский сад в обычный ходил. А уже к школе, когда в шестилетнем возрасте, мы стали замечать слабость. Вот он идет и падает. Потом, после этого, мы стали обращаться к врачам. Долго не могли установить диагноз. В 2007 году ему было 7 лет. Вот нам поставили диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия Юшена. С тех пор, как Денису поставили диагноз, семье многое изменилось. Его мама Елена оставила работу. Все свое время она посвятила сыну. По словам женщины, они живут сегодняшним днем. Думать о будущем семья себе запретила. Как говорит Елена, бывают такие моменты, когда у нее опускаются руки. Но она вспоминает, что ее сыну без ее помощи будет намного сложнее. Денис учится на домашнем обучении. Все свое свободное от процедур. Лекарства укола время проводит за рисованием и компьютером. Елена рассказывает, что он часто вспоминает то время, когда Денис бегал, прыгал, играл в футбол. Он все время вспоминает, говорит, мама, помнишь, как мы в парк ходили, гуляли, как он на велосипеде катался, как с горки катался, на качелях. Рисую аппликации, с пластилином играю. Основное его общение со сверстниками происходит в интернете. Компьютер Денису выдали в школе. Как только учение на дому окончится, его у мальчика заберут. Сам Денис мечтает о ноутбуке. Хочу ноутбук. Почему? Что-то люблю общаться с друзьями и играть в игры онлайн. Денис проходит лечение исключительно для того, чтобы поддержать общее состояние здоровья на определенное время. По мнению специалистов, мышечная дистрофия дюшена не подлежит лечению. Это заболевание имеет такое злокачественно прогрессирующее течение, когда постепенно прогрессирует мышечная дистрофия, подключаются очень многие группы мышц и возникают контракторы в различных суставах, скажем, конечности рук и ног. И, естественно, в конечном итоге нарушается походка, идет поражение позвоночника. Дети, отдельные дети могут страдать и умственной отсталостью. Но, к сожалению, это заболевание имеет именно дистрофия дюшена, имеет такое злокачественное течение. Немалые средства уходят на лекарства, на массажи, лечебные процедуры. Сейчас Денису необходим специальный подъемник для купаний, чтобы было удобно принимать ванну. Ведь водные и солевые процедуры благоприятно влияют на его здоровье и спасают от боли в мышцах по всему телу. В рамках визита в Карагандинскую область делегации из Республики Беларусь прошла встреча руководства региона и некоторых областных управлений. Аким области Бауржан Абдишев вместе с председателем Минского облсполкома Борисом Батурой посетил предприятие крестьянских хозяйств Абайского района. О том, как проходила встреча, расскажет Марк Брюшко. Член делегации администрации области посетили топарские теплицы. Здесь реализуется проект создания современного высокотехнологичного комплекса площадью около 25 гектаров по круглогодичному выращиванию 8500 тонн овощной продукции. В настоящее время идет строительство новой теплицы площадью 8 гектаров с применением современных технологий. Запуск тепличного хозяйства на всю мощность планируется в 2015 году. Еще одним объектом посещения стало племенное хозяйство топар. В апреле нынешнего года представители этого хозяйства в составе карагандинской делегации побывали в Республике Беларусь и заключили договор с местным предприятием группы компании Unibox на поставку доильного зала на 50 мест стоимостью 639 тысяч евро. Поставка этого оборудования планируется в 2014 году. Есть что почерпнуть от вас в сельском хозяйстве. Следующим объектом посещения стало крестьянское хозяйство Шанс. На данный момент здесь полным ходом идет строительство конефермы численностью в тысячи голов скота. В текущем году хозяйство намерено закупить пять жеребцов породы советский тяжеловоз из Республики Беларусь. Мы идем по трем направлениям. Это картофелеводство, зерноводство и животноводство. В животноводстве у нас идет коневодство и свиноводство. Вот как раз таки у нас и верстается уже третий год инвестиционная программа по строительству конезавода. Я так думаю, что если не в 2013 году, то в 2014 мы все-таки ее завершим. Программа будет работать. В дальнейшем, согласно подписанному меморандуму, планируется закуп еще ста голов лошадей маточного поголовья этой же породы. Скрещивая белорусский советский тяжеловоз и казацкую жабе, в этом хозяйстве рассчитывают вывести новый тип мясной породы. Приятно удивлены, что у нас технологии не худшие, чем у них в качестве зерна, в качестве картофелеводства, животноводства. Ну, в качестве животноводства, может быть, конечно, у нас и чуть похуже, то, что они все-таки монстры странных СНГ по производству молока. На территории именно центрального Казахстана располагался карлак. Здесь карта минимализирована, далее будет более подробной. Гости также побывали в музее памяти жертв политических репрессий в поселке Доленко. А 13 августа визит завершился посещением историко-культурного центра первого президента республики Казахстан в Тимиртау и знакомством с его экспозицией. Марк Брюшко-Боржан, Алипов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. На улице Новоселов заменят 800 метров водопроводной трубы. Об этом стало известно во время депутатского выезда. Городские депутаты следят за тем, как Караганда готовится к отопительному сезону. Компания «Караганды-Су» проводит ремонтные работы по плану, без отставания от графика. Но кое-какие проблемы все же есть. Подробнее в следующем материале. Местный водовод проходит через гаражи и диаметр у труб разный. Кроме того, износ этих коммуникаций очень большой. Настала пора их заменить. На новые паулиуретановые трубы, сделанные по современным технологиям, у Караганды-Су ушло 22 миллиона тенге. Ремонтные работы будут длиться до конца августа. Идет от второй зоны до насосной западной. Питает практически весь город и поселок Акта. Между тем, всю благоприятную картину портит огромная лужа, которая уже давно образовалась рядом с местными гаражами. В свое время самозахватом было построено более 15 гаражей, которые стоят на этой трубе. И что не дает возможности вовремя устранять аварии. На той стороне никогда и не было ее. Владимир Шалимов, представитель местного гаражного сообщества. Рассказывает, когда-то работал на этом заводе. Знает, как давно эта огромная лужа образовалась. Говорит, на болотистом участке грунт насыпной, и вся влага идет под гаражи. Теперь от большой воды вместе с гаражами страдают и соседние постройки. Все эти гаражи, они идут и дают трещины. Здесь люди хранили овощи. Как только вот это перекрыли, вода стала. Здесь насыпной, не материковый грунт, здесь насыпной грунт. И все это просачивается и уходит в гаражи. И частники, которые владеют, владельцы гаражей, сейчас не могут не хранить ни овощи, не могут не зайти. В общем, безобразие полнейшее. По словам автовладельцев, причина всей проблемы кроется в дороге, которая ведет к предприятию Морделикатес. Когда здесь прокладывали асфальт, перекрыли ливневую канализацию. Собственник Морделикатес, который находится рядом, соседствует с этим участком, в свое время нарушил ливневую канализацию, тем самым закрыл отвод воды с этого места. В итоге, то, что мы видим, получается вот такое вот озерцо. В общем, вопрос о разрушающей ливневке депутаты взяли под свой контроль. Ну а после этого участка народные избранники отправились на улицу Бакинская. В этой части города постоянно происходили аварии, в результате которых из труб на улице потоками лилась вода. В своих жалобах во все инстанции жильцы требовали заменить водопровод. Их просьбы были услышаны. И уже сегодня по этой улице положили 960 метров новых труб. Эта ветка питает водой не только Бакинскую, но и многие дома по проспекту Абдирова. За столько времени порывы были постоянные очень часто. И сейчас это все восстановлено. Вот это, конечно, радует. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, благоустройство, пожелание, чтобы после себя наводили так же порядок, как оно было раньше. И, конечно, пожелание владельцам частных колодцев. Чтобы они тоже не сдали, а раз это в частных колодцах, они должны наслаждаться за свой счет. Инна Смакова, Жеслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Подвыпивший стекольщик одной из фирм, занимающихся установкой пластиковых окон, угнал служебную машину и попал в аварию. Происшествие произошло 12 августа на перекрестке улицы Кеносейфулина и Крылова. В световую опору врезалась автомашина марки «Газ». Водитель после столкновения смог дойти до клиники имени Макожанова, где ему оказали первую помощь и тут же задержали. Как оказалось, 22-летний стекольщик одной из фирм угнал служебную «Газель» и поехал кататься по городу. Вот только не справившись с управлением, врезался в стол. Руководитель фирмы написал заявление в полицию по факту угона машины, и теперь его горе-работнику придется ответить по всей строгости закона. В отношении молодого человека, который, кстати, в результате дорожно-транспортного происшествия получил незначительные травмы, возбуждено уголовное дело, проводится расследование. На этом у меня все. Далее с новостями спорта вас ознакомит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Завтра на стадионе «Астана-Арена» состоится товарищеский матч между сборными Казахстана и Грузии. Матч пройдет в рамках подготовки национальной сборной к отборочным играм Чемпионата мира 2014. Состав сборной Грузии почти в пять раз дороже сборной Казахстана. Самым дорогим игроком нашей сборной является полузащитник алматинского Кайрата Жамбыл Кукеев. Его стоимость оценивается почти в полмиллиона евро. Самым ценным игроком гостей является защитник голландского Витеса Гурам Каши. Его ценник равен пяти миллионам евро. Общая стоимость всех 23 вызванных футболистов в национальную сборную Казахстана – чуть более пяти с половиной миллионов. В то время как 21 футболист сборной Грузии оценивается почти в 25 миллионов евро. Начало матча запланировано на 20.00 по времени «Астаны». Сегодня серебряный призер Чемпионата Казахстана по футзалу «Карагандинский Тулпар» в рамках подготовки к Еврокубкам отправился на открытый международный турнир во Львов, где помимо казахстанского коллектива принимают участие клубы из Украины, России, Польши и Литвы. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас есть интересная информация по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман, сауба у нас дар.